К специалистам в этом кабинете Самара-Стата поступает вся актуальная информация о переписи населения. Здесь данные собирают и обрабатывают. Сюда приходит информация из сайта госуслуги, и из переписных пунктов, и от переписчиков, которые лично обходят квартиры и дома самарцев. С 15 октября участие в переписи приняли более 35% жителей города. Несмотря на большое количество участников, онлайн-перепись на госуслугах проходит в штатном режиме. А сбоев не зафиксировано, и все вопросы оперативно решается служба технической поддержки при взаимодействии с Росстатом. Эта перепись первая цифровая. Мобильные бригады переписчиков работают со специальными планшетами. Все они регулярно сдают ПЦР-тесты и имеют средства индивидуальной защиты. Важно! Переписчики носят специальную брендированную одежду, маски с эмблемой переписи, а также специальные удостоверения, которые они должны показывать вместе со своим паспортом. И переписчики никогда не настаивают на том, чтобы попасть в квартиру. Они могут переписать вас и через закрытую дверь, и на лестничной клетке. Если переписчик активно требует зайти в жилое помещение, это мошенник. Вопрос проходится вне квартирного домовладения. Переписчики не заходят внутрь помещения. Переписчик не интересуется персональными данными. То есть это зарплатой, паспортными данными, номерами карт. Исключены и случаи двойного учета гражданина. Если вы прошли перепись на госуслугах, вы можете показать переписчику QR-код. Если данные об одном человеке попали в систему дважды, то программа сравнит анкеты и оставит в статистике только одну. Участие в переписи крайне важно, поскольку, исходя из этих данных, будет планироваться социальная политика на ближайшие годы. Эти статистические данные крайне важны для строительства школ, для строительства новой инфраструктуры, для обновления дорог, для новых маршрутов, для строительства больниц, для строительства жилья. Я уже заполнила переписной лист, и я это сделала через госуслуги. Очень удобно, очень быстро. Я на это затратила, мне кажется, максимум минут 10. На госуслугах принять участие в переписи можно до 8 ноября, а переписчики будут обходить самарцев до 14 ноября. Первые итоги аналитики подведут в начале 2022-го, а все результаты переписи будут готовы к концу следующего года. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События. Продолжение следует... Продолжение следует...